Учиться непросто Это та же игра Не спим, не скучаем Фантазию включаем Как славно с друзьями Беседовать за чаем Нас ждут перемены Ура! Нас ждут перемены Ура! Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Гаврилович Я детский врач, сейчас на пенсии А это мой друг Алтай С вами здоровается Сегодня мы ждем в гости наших друзей Веру и Фому Они брат и сестра Верочка ходит в первый класс А Фома уже несколько лет как школьник Мы часто беседуем с ребятами Обо всем на свете И, конечно, пьем чай с вареньем А, вот и они Да-да, сейчас открою Добрый день, Михаил Гаврилович Здравствуйте, дядя Миша Приветствую вас, друзья мои Проходите скорее Не забудьте вымыть руки Сейчас будем садиться за стол Вера, не надо ее прятать Сейчас же все потечет и лужа будет Ну, выбрось Ладно Вот хоть в раковину положи Там растает И снег туда же А можно в баночку положить? Хорошо Вот стакан клади И руки мой как следует Хорошо Что это тут у вас, ребята? Ох, доктор, вы не представляете Я-то думал, Вера у нас уже большая Идем к вам Только отвернулся Смотрю, она снег ест А в другой руке сосулька Ну, куда это годится? Объясните ей, пожалуйста, что так нельзя Да, дядя Миша Объясните Почему это нельзя? Сосулька такая красивая И блестящая Ну, как леденец А снег по виду Как мороженое Только не сладкое Здорово, да? Нет, совсем не здорово Идемте в комнату Вера Я как врач тебе говорю Что облизывать сосульки И есть снег Категорически запрещено Ну, почему? Во-первых, можно заболеть простудой Или даже ангиной Потому что твое горло переохладится А во-вторых В снегу очень много вредных веществ Особенно в городе Вот Слышала, Вера? Если ты будешь есть снег То можешь отравиться И у тебя заболит живот Ну, почему? Снег ведь только что выпал Он свеженький Ничего не понимаю Вера Помнишь, на прошлых выходных Мы ездили в деревню к бабушке И там снеговиков лепили? Конечно помню Мне бабушка Самую большую морковку Для снеговикового носа дала И угольки из печки Чтобы глазки сделать Такой он у нас Белый красавец получился Вот А вчера возле дома Тоже лепили Помнишь? Да И что? А то Какого он был цвета? Тоже белый Правда, не совсем Ну, грязноватый такой Интересно, почему? Дядя Миша Расскажите, пожалуйста Я лучше вам покажу Кстати, вы, кажется С некой сосульку Которую Вера с улицы принесла Там возле умывальника В стакан положили? Да Отлично Несите скорее сюда Сейчас Мигом Вера, куда ты стакан Со снегом поставила, а? Кажется, здесь Нашла Уже несем Вот Ставьте на середину стола Поставили Так, посмотрим Снег уже успел растаять Ну, что вы можете сказать Про воду Которая получилась у нас С вами в результате таяния? Фу Какая она мутная Прям неприятно смотреть даже А теперь я вам еще кое-что покажу Берем белую бумажную салфетку Кладем ее в воронку И через нее процеживаем содержимое Нашего стакана в другую емкость Вот так Михаил Гаврилович Вода, которую мы пропустили через салфетку Получилась чистая А вся грязь Вот она На салфетке осталась Мы с вами сейчас сделали простейший фильтр для воды И освободили ее от примесей От чего? От примесей Все, что вы видите на салфетке Песок, пыль и другие частицы Честно говоря, я даже и не знаю, что это такое Без химического анализа не определить Значит, вот это вот все черные эти примеси Они были в снегу? Да, да, и ты собиралась все это съесть Ой, да Можно я эту воду в раковину вылью? Конечно Ой, спасибо, Фома, что не разрешил мне есть снег И прости, что я на тебя за это разозлилась Ничего страшного, Вера Главное, что ты поняла Спасибо вам, Михаил Гаврилович Не за что Интересно А как же вся эта грязь в снег попала? Что, Алтай? Думаешь, покажем? Ребята, вы готовы отправиться в увлекательное путешествие? Конечно, готовы Да Тогда держитесь за поводок Где мы, дядя Миша? Это подводная лодка за окошками Темно Похоже на какой-то батискав А это что? О, рычаги управления Мы с Алтаем придумали для вас фантастический плавательно-летательный аппарат С его помощью мы сможем совершить большое путешествие Вместе с той самой водой, которую Вера вылила в раковину Ух ты, как здорово! Значит, мы прямо в трубу попали? Ничего себе! А где же тут снежинки? Мы ведь про снег говорили Терпение, Вера Сейчас мы все увидим Хорошо Тогда займите свои кресла и пристегните ремни Мы отправляемся Внимание! Старт! Вера, смотри, как интересно! Прямо как в лабиринте Трубы, трубы Темно Я вижу, там впереди что-то светится Мы приближаемся к водоему Мы на самом дне Ой, сколько мусора! Битые бутылки, ржавые консервные банки Автомобильные покрышки и канистры какие-то Доктор, ну что же это такое? Люди, отдыхая на берегу рек и озер К сожалению, нередко оставляют мусор Не убирают его за собой От этого засоряются наши водоемы А что это там такое большое и темное впереди? Давайте подплывем поближе О, похоже на огромную трубу Которая расположена прямо под водой А из нее что-то черное льется Мы однажды что-то подобное уже видели В воде как будто мутная туча получилась Смотрите, доктор Все рыбешки, которые в эту тучу попадают, они... Мне кажется, им плохо Надо этим рыбкам помочь Но как? Ай, к сожалению, помочь здесь смогут только взрослые Почему? Потому что эта труба принадлежит местной фабрике По ней загрязненная вода, которая использовалась в производстве Сливается прямо в этот замечательный пруд А ее можно не сливать? Увы, нельзя Производство устроено таким образом, что отработанная вода должна уходить Но можно поставить на трубу хорошую очистительную систему Своего рода фильтр А, это как вы салфетку в воронку ставили, когда воду очищали Ну, которая от растаявшего снежка получилась Правильно, Вера, молодец Безобразие какое! Если бы я был директором этой фабрики Я бы ни за что не допустил, чтобы отходу воду отравляли И я бы тоже К сожалению, не на всех предприятиях есть современное оборудование Но будем надеяться, что и здесь оно рано или поздно появится А теперь нам пора на поверхность Всплываем Вот мы и наверху Смотри, Фома Над водой как будто пар Мне кажется, это капельки воды Только очень маленькие Верно, Фома Ты правильно заметил На поверхности вода начинает испаряться Превращаться в пар Он легче воздуха и поднимается все выше и выше И мы начинаем подниматься Я вижу наш дом А я школу Только дома все меньше и меньше становятся Ого, вот уже и не видно ничего А, мы с вами поднимаемся в верхние слои атмосферы Здесь температура воздуха ниже, чем у поверхности земли Становится холодно и наши капельки начинают превращаться В снежинки Фома, смотри, какие красивые Как звездочки Ага, и все разные Интересно, почему? Все снежинки живут своей жизнью Каждая из них образуется при разных сочетаниях влажности и температуры А еще это зависит от той влаги и примесей, из которых она образовалась Я, кажется, понял Наши снежинки образовались из той самой воды, которая испарилась из загрязненного озера Значит, в них уже есть та самая грязь, которую мы видели в воде? К сожалению, да Смотри, Фома, а вон те снежинки белые-белые прямо сияют Наверное, они из другой воды образовались, которая в лесу была, там, где чисто Ой, Фома, а снежинок все больше и больше становится Да, целая туча Мне даже немного страшно Они похожи на белых пчел Помнишь, как в сказке о снежной королеве? Когда она посылала свои снеговые войска навстречу Герде? Да Не бойся, Верочка Тут мы снежную королеву точно не встретим Давайте лучше вместе со снежинками отправимся к земле Давайте Вот из-за облаков появился лес Ого, а за ним и наш город Погодите, опять какие-то трубы дымят Смотрите, наши снежинки становятся серыми Пачкаются из-за этого дыма Что это? Это завод Видимо, там тоже нет систем очистки И все вредные вещества выбрасываются прямо в воздух Безобразие! На трубы тоже надо фильтры устанавливать Конечно! Просто не все предприятия это делают Ну что, летим дальше? Да А я узнала наш храм Он на полигурке стоит И колокольня у него высокая-высокая Ее издалека видно Ближе подлетаем О, я вижу школу А я наш дом А вот и балкон Михаила Гавриловича Приземлились Приземлились Алтай Вот это полетали Мне тоже понравилось Но дома лучше Правда, Алтайшка? Ну вот, мы с вами и узнали Как в снежки попадает грязь Да Из-за того, что люди загрязняют природу Из-за заводов и фабрик А еще атмосферу Загрязняют выхлопные газы автомобилей Они тоже в итоге загрязняют выпавший снег Доктор Ну как же тогда сохранить его в чистоте И не допустить загрязнения окружающей среды? Ну, давайте вместе подумаем Если мы выходим на природу То, уходя, за собой убираем мусор Кстати, некоторые ребята бросают его в снег Думая, что это будет незаметно Но ведь весной снег растает А мусор останется Да, мы видели А еще, наверное, нужно всем машинам проходить техосмотр Так папа говорит Потому что если машина отрегулирована правильно И в ней нет неисправностей То выброс вредных веществ минимальный И это тоже И тогда снег будет настолько радовать Как в замечательном стихотворении Сергея Михалкова Снег кружится, снег ложится Снег, снег, снег Рады снегу звери, птица И, конечно, человек Спасибо Никогда больше не буду есть снег и сосульки Молодец, Верочка Ну, нам пора И правда До свидания До свидания Всего вам доброго Приходите еще Мы с Алтаем всегда вам рады Учиться непросто И снова есть вопросы У Верочки и у Фомы В учебниках толстых Загадки и загвоздки Их будем разгадывать мы Считаем, читаем Зумрим и обсуждаем Мечтаем, витаем Творим и наблюдаем Урок это та же игра Не спим, не скучаем Фантазию включаем Как славно с друзьями Беседовать за чаем Нас ждут перемены Ура! Нас ждут перемены Ура!